В этот вечер мы приступим к изучению четвертой части курса «Истории церкви». Хочу заметить, что для меня особая честь находиться здесь. Мне очень понравилась Белла Оризонте. И еще мне понравились личные встречи с некоторыми из вас. Когда мы общались друг с другом на перерывах и после. Со мной навсегда останутся воспоминания о моем путешествии сюда. Но мое задание не заключается в том, чтобы думать о будущем. Мое задание — вспомнить прошлое. Поэтому мы изучаем историю церкви. И как вы помните, я разделяю историю церкви на три периода. Древний, средневековый и современный. Когда я смотрю на церковь первых веков, которая представляла собой мессианское еврейское движение, состояло из евреев и была основана в Израиле. Это было движение евреев, соблюдавших Тору. Евангелие распространилось за пределы Израиля. И мужчины и женщины из язычников приходили к вере в Иисуса. Первые христиане делали особый акцент на чудесах и знамениях. Евангелисты проповедовали. И чудеса сопровождали их служение. В общине появлялись духовные дары. Люди видели, что в этом послании что-то есть. Они проповедовали Царство Бога. И послание у Мессии Израиля осталось во многих сердцах. Однако, со временем, многие верующие были не из евреев. И люди не ощущали особой привязанности к еврейской традиции. И они были более склонны к тому, чтобы познать Иисуса в их собственном культурном контексте. Поэтому мессианская еврейская вера в Мессию Израиля приобрела неизвестные в Израиле проявления. проявления, неизвестные в литературе Израиля, его истории и традициях. Церковь не только стала нееврейской, к сожалению, в итоге она стала антиеврейской. Когда Константин стал христианином, и каждый в империи также решил стать христианином, то это влиятельное религиозное движение увидело в себе новых евреев. Они стали новым Израилем, новым народом Бога. Папа стал новым первосвященником. Рим стал новым Иерусалимом. Католические священники стали новыми еврейскими священниками. Римская базилика стала новым храмом. Когда церковь стала отождествлять себя с евреями, это оттолкнуло прежних евреев. И церковь начала отождествлять себя с новым Израилем. В Средневековье, когда католическая церковь контролировала христианскую Европу, евреи были изолированы в гетто. И у евреев почти не было возможности уверовать в Иисуса. Для меня все это очень трагично. Это очень грустно. Я не понимаю, как люди говорят, что любят еврейского Мессию, но ненавидят его родственников. Если кто-то скажет, что любят моего сына Захарию, а во мне они просто души не чают и хотят быть его друзьями, но в то же время они ненавидят его брата Иакова, то я бы сказал, что это неприемлемо. И если бы кто-то сказал, «Джефф, ты нравишься мне, я хочу быть твоим другом, но я не хочу общаться с твоей женой, для меня это было бы очень тяжело». Интересно, что многие христиане шесть дней в неделю ненавидят евреев. И затем в воскресенье идут в церковь и поклоняются еврею. Как такое возможно? Церковь пыталась скрыть факт, что Иисус был евреем. В средневековом искусстве и архитектуре этого факта не видно. Мы можем поехать во Флоренцию и увидеть искусство времен Ренессанса. Одна из самых известных статуй периода Ренессанса — статуя Микеланджело, Давид. Кто из вас когда-либо видел или слышал о статусе Давида, Микеланджело? Поднимите вашу руку, это очень известная статуя, не так ли? Но это не настоящий Давид. Если вы посмотрите на статуя Микеланджело, Микеланджело, Давида, и я прошу прощения у женщин за то, что мне приходится об этом говорить, но Давид, вернее, статуя Микеланджело, Давида, там Давид не обрезан. И он больше похож на итальянца, чем на еврея. Это не настоящий Давид. Если вы посмотрите на искусство, картин того века, кто видел картину Леонардо да Винчи «Последняя вечеря»? Известная картина. Посередине за столом сидит Иисус, и все остальные ученики находятся рядом с Ним. Это картина «Последней вечери», правильно? На этой картине изображен только один парень, который смахивает на еврея. Все остальные похожи на симпатичных итальянцев. Может, испанцев. Но только один из них похож на еврея. У него очень большой горбатый нос. Тёмные кучерявые волосы. Он хватает мешок с деньгами, которые находятся у стола. О ком я говорю? Об Иуде. Только он один похож на еврея. Посмотрите на картину «Последней вечери». Какая еда находится у них на столе? На столе расположены пушистые буханки хлеба. Евреи тогда праздновали Пейсах. А на том столе изображены большие буханки хлеба. Но на Пейсах едят пресный хлеб. Это не последняя еврейская вечеря. Это не еврейская Пасха. А что находится рядом с хлебом? Рыба. Евреи не едят рыбу на Пейсах. Католики могут есть рыбу в пятницу. Но Иисус не был католиком. И эти ученики не отмечали католический ужин. Они были евреями. Они отмечали Пейсах. Просто это хороший пример тому, как церковь читает Писание. Давид не обрезан. И последняя вечеря, которая была еврейской Пасхой, становится нееврейским ужином. Единственный, кто отдаленно напоминает о еврее, это Иуда Искариот. И Он там, чтобы напомнить людям, какие евреи плохие. Как церковь могла поклоняться еврею по имени Иисус, и в то же время не любить Его братьев-евреев? Хочу ответить на этот вопрос. И снова прошу прощения у женщин. Если бы вы посетили церковь средневековой Европы, то вы бы увидели крест, на котором висит Иисус, который носит название «распятие». Вы знаете, о чем я говорю. И когда вы посмотрите на распятие, бедра Иисуса всегда прикрыты. Вы должны знать, что католические художники не стыдились ноготы. Например, в Сикстинской капелле ногота изображена везде и всюду. Они не стесняются ноготы. Может быть, у священников не было секса, но они без проблем смотрели на картины с обнаженными фигурами. Знаете картину, когда Бог пытается прикоснуться к Адаму, и Адам тянется к Богу? Видели эту картину? Бог правой рукой пытается прикоснуться к Адаму. Адам и Ева ноги в Эдемском саду. Бог хочет прикоснуться к Адаму правой рукой. А что Бог делает левой рукой? Второй рукой обнимает голую женщину. Католические художники Средневековья не стыдились ноготы. Кстати, было так много ноготы, что это представляло проблемы. Вопрос состоит в том, что Иисуса на распятии никогда не изображали ноги. В результате чего мир не увидел, что Иисус был обрезан. Само по себе это стало способом укрытия еврейства Иисуса. Мир не мог узнать об Иисусе, как о еврейском Мессии. У мира не было правильного представления о евреях. На евреев смотрели, как на нежеланный народ. И это очень печально. Люди говорили, эти евреи не принимают Иисуса. Но как еврей мог искренне принять Иисуса в таком окружении? Как бы вы сказали еврею, что Спаситель пришел? В христианской церкви евреи не видели никакого спасения. Но церковь воспринимали как организацию, которая преследовала евреев. В период Средневековья евреи по возможности бежали из христианской Европы. Они убегали на территории, контролируемые мусульманами. Мусульмане не преследовали евреев. Существовали некоторые ограничения. Евреи могли построить синагогу, но не выше мечети. Евреи должны были проявлять соответствующее почтение к мусульманским лидерам. Они должны были платить определенные налоги, потому что они были евреями. Но все же евреи могли процветать на исламских территориях. Давайте обсудим, почему и как они могли процветать интеллектуально. В Средневековой Европе, в христианской Европе, интеллектуальные поиски прекратились. Почему? Когда средневековые христиане принимали участие в крестовых походах, с целью покорения и завоевания исламских территорий, они увидели, что арабы строят здания намного больше тех зданий, что строили они. Это означало прогресс в геометрии, прогресс и в математике. Они увидели, что у арабов были достижения в медицине и науках. В архитектуре и литературе. Христиан невозможно даже было сравнить с ними. Почему так произошло? В христианской Европе, периода Средневековья, церковь контролировала сферу знаний. И если у кого-то был другой образ мышления, их сразу же наказывали. Например, люди изобрели телескоп. Коперник смотрит на небо. И у него возникает радикальная идея. Исходя из внимательного наблюдения, он обнаружил, что Земля и планеты вертятся вокруг Солнца. Но чему учит церковь? Церкви учили, что все вертится вокруг Земли. Поэтому Коперник хочет предложить убедительную реальность, отличавшуюся от реальности Церкви. Ему придется встретиться с Инквизицией. Поэтому ваши знания могут стоить вам жизни. Леонардо да Винчи хотел изучить человеческое тело, чтобы понять, где располагаются органы. Он хотел знать, где проходят вены и артерии. Позволяла ли церковь изучать трупы? Нет, не позволяла. Это не разрешалось в религиозно-ритуальных целях. Поэтому люди не могли изучать и учиться. Когда Леонардо да Винчи изучал трупы, он должен был изобрести собственный язык, чтобы описать свои находки. Все это он делал тайно. Он знал, если его поймают, то он может предстать перед Инквизицией. И это будет стоить ему жизни. Христофор Колумбус жил, когда церковь учила, что Земля плоская. Церковь приняла учение, что Земля похожа на тарелку. И если бы вы зашли слишком далеко, то вы бы свалились. Сомнительно, но был один картограф еврей, который делал карты. И он пытался это доказать Христофору Колумбу, что Земля круглая. Когда Христофор Колумб открыл новый мир, таким образом он оскорбляет общее представление. И поэтому он должен был бороться, 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 чтобы получить разрешение сесть на корабль. И найти спонсора этой экспедиции. Церковь контролировала сферу знаний. И если среди людей проявлялось инакомыслие, то их наказывали. Людей наказывали, если у них были другие научные идеи. Что было, если люди давали другую интерпретацию христианским доктринам? Их наказывали. Если у вас был другой образ мышления, то церковь бы отвела вас в сторону, и вы бы предстали перед лицом инквизиции. И если вы хоть раз попали на инквизицию, то реальность ничего не означала. Инквизиция будет стоить вам жизни. Это был несправедливый суд. Хочу спросить вас. В этом окружении люди хотели бы рисковать интеллектуально? Они бы хотели мыслить по-новому? Вы бы хотели экспериментировать? Вы бы хотели ставить под сомнение общепринятые идеи? Помните, если вы так делали, то это могло стоить вам жизни. Вам даже не надо было верить новым идеям. Все, что нужно, открыть себя новым идеям. Кстати, в римно-католической церкви был специальный отиск, печать для одобренных ею книг. И если на какой-то книге не было римской печати под названием «Инприматур» или «Разрешение на печать», Другое название – «Нихил-Обстад» или «Ничего не скроется». Книгу не разрешалось читать, если на ней не было печати. Потому что церковь сжигала книги. Всякий, не соглашавшийся с общепринятым здравым смыслом, был наказан. Давало ли такое окружение место личному росту? Люди боялись думать сами за себя. Я думаю, что люди боялись думать сами. Подобное я видел в браках. Вот это умная женщина. Но ее муж чувствует себя неуверенно. Она учится в университете. Она растет интеллектуально. Ее работа даст ей высший социальный статус, высший социального статуса ее мужа. Поэтому он обижен на нее. Он ее унижает. Она его напугала. Он думает, что, может быть, она станет умнее его. И ему это не нравится, так как он хочет все держать под контролем. Иногда, чем менее значительен мужчина, тем больше он жаждет власти. Уверенных в себе мужчин не пугает то, что другие рядом с ним растут и процветают. Даже если кто-то придет домой и будет учить их новому образу мышления. Любая система, склонная контролировать, не поощряет интеллектуальный рост. Люди боятся думать за себя. Так же, как и жена боится думать, поскольку ее муж может разозлиться. Поэтому в средневековой христианской Европе люди боялись думать сами за себя. О, мы не хотим обидеть церковь. О, у меня будут большие проблемы из-за этого. Я не хочу этого делать, не стоит рисковать. И когда христианские воины пошли в крестовые походы, на мусульманские земли, они увидели, что мусульмане ушли далеко вперед интеллектуально. Их архитектура была более выразительна. Их здания были выше. И намного роскошнее. Музыка богаче. Науки были более развиты. Еда вкуснее. Были всевозможные гуманистические нововведения. Крестоносцы думали, что у мусульман было что-то, чего не было у них. Если вы посмотрите на исламских территориях, еврейские раввины были великими врачами. У них были достижения в науках. Они были экспертами в гуманитарных науках. И естественных науках. Они были экспертами в астрономии. В геометрии, математике, биологии. И причина всевозможных открытий не была религиозной организации, которая бы запрещала людям думать за себя. Люди имели право подвергать сомнению общепринятые нормы. Им позволялось исследовать. Им позволялось расти. Им позволялось думать за себя. Обычно, если люди могут так действовать, то у них все получится намного лучше, чем если бы этого не было. Например, вы, наверное, знаете, что это. Я тут всего пару дней узнаю еще много нового. Это футболка чемпионов национальной сборной Бразилии по футболу. И для всех моих друзей, которые смотрят DVD, может быть, в Аргентине, я говорю о бразильской футбольной команде, которая не выиграла два мировых кубка, но целых пять мировых кубков. Поэтому здесь я вижу пять звезд. Почему я задаю этот вопрос? Почему бразильская футбольная команда наилучшая футбольная команда в мире? Я знаю, что другие люди будут смотреть это DVD в других странах. И вы скажете, «Джеффри, твои лекции были такие чудесные. Все было так хорошо. И мне так понравилось все, что ты говорил. Но сейчас ты меня обижаешь. Ты мне показываешь футболку национальной сборной Бразилии. И ты снова напоминаешь, что их команда лучше нашей команды. Но почему же тогда сборная Бразилии по футболу наилучшая команда в мире? Вот что я понял. Существуют различные философии футбола. Я понимаю, что бразильская сборная по футболу дает определенным игрокам намного больше автономии на поле. Они могут принимать собственные решения. Они могут бегать там, где хотят. Они могут быть агрессивными. Они могут быть амбициозными. Им не надо постоянно переживать о том, чтобы передать мяч. Они просто сами могут забить гол в другой команде. Бразильские футболисты играют просто блестяще. Люди знают, что бразильские игроки футбола намного лучше других игроков. Потому что они очень разнообразны. Они чрезвычайно интересны. Другие скажут, а, они просто хвастаются своими модными движениями. Они обнимают мяч. Давайте не забудем, что не один игрок побеждает в мировом кубке. Но команда выигрывает мировой кубок. Они выигрывают, потому что дают свободу своим игрокам. Которые будут играть в своем собственном стиле. Они могут придать игре свой колорит, энергию. Им не надо постоянно подчиняться тренеру. Системы, которые преследуют однообразие, склонны к тому, чтобы препятствовать знаниям. И в конце концов, люди будут негодовать на них. Институциональное христианство Средневековья. Правило населением политически. И интеллектуально. Церковь контролировала все университеты. Церковь контролировала светские власти. И люди чувствовали духовный контроль церкви. Потому что церковь учила, что за пределами католического учения нет ничего, кроме ада. Люди боялись, они были запуганы. И таким образом церковь оказывала влияние на население. Когда же эта ситуация начала изменяться? Как люди начали задавать вопросы средневековой католической церкви? Я объясню. Вот средневековая феодальная Европа. Много сотен тысяч мужчин идут на Святую Землю в крестовые походы. Не всегда крестовые походы были успешны. Однако, когда они путешествовали на Святую Землю, где они повстречались с исламским искусством, архитектурой, наукой, музыкой, то поняли, что эти народы достигли намного большего. И спрашивали, почему? У них возникли вопросы в отношении их собственных традиций. Они находятся вдали от средневековой Европы. И что происходит? Эти мужчины, которые приняли участие в походах, может, их было один миллион. Они вместе провели много времени. Они узнали много нового об искусстве и науках. Они узнали друг друга. Структура средневековой Европы. Допустим, это провинция Галлов в Римской империи, которая состоит из нескольких отдельных династий, в каждой из которых правит могущественный король. Эти династии враждуют друг с другом. Они не общаются друг с другом. А все эти люди находятся за пределами страны, и все они принимают участие в войне. После возвращения из крестовых походов они чувствуют большую сплоченность между собой, а не разрозненность небольших групп. Это дает толчок к появлению новых независимых государств, толчок к росту национализма. Французские правители лучше узнают друг друга. Так же, как и германские народы. Все народности узнают друг о друге. После завершения крестовых походов и возвращения в свои дома, люди будут видеть себя как часть более широкой культуры. французской, немецкой, испанской, португальской, этих различных национальных государств. Они будут больше отождествлять себя с национальным государством, а не с религиозной традицией. Люди будут гордиться тем, что они французы. Они объединятся под знаменем французского короля. Это будет значить для них больше, чем просто объединение под знаменем итальянского папы. Произойдет рост национализма. И в результате укрепления власти светских королей на местах власть папы ослабеет. Более того, когда люди возвратятся из крестовых походов, они проявляют заинтересованность в новых науках. Кстати, в Сикстинской капелле, известной римской часовне в Италии, по всей капелле Микеланджело нарисовал стены из Библии. Слышали ли вы об этом? Однако, каждый его рисунок взят из языческой греческой литературы. Они не только были воодушевлены религиозным искусством, но также хотели восстановить греческую классику. После походов люди хотели развиваться интеллектуально. И как я уже смутил леди своим рассказом о статуе Давида. Статуя Давида относится к искусству католиков периода Ренессанса. И я уже объяснил, почему это не еврейский Давид. В этом Давиде есть еще одна фундаментальная ошибка, которая была допущена специально. Микеланджело был гением. Он взял кусок поврежденного мрамора, который не был кому-либо нужен. И из этого мрамора изготовил Давида. С умыслом. Если взглянуть на статую Давида, то видно, что его голова и руки непропорциональны. Откройте энциклопедию и посмотрите на Давида. Руки Давида больше, чем они должны быть пропорциональны. Так же, как и его голова. Это не ошибка. Микеланджело знал, как изготовить пропорции. Он был экспертом в этом. Но большая голова и большие руки отражали новый оптимизм. В человеческом разуме и в человеческих руках ум говорит о чьей-то способности думать. А руки говорят о способности человека работать. После крестовых походов возник безграничный оптимизм по поводу того, что мужчина и женщина могут сделать. Ранее не было такого образа мышления в средневековом периоде, потому что церковь учила. «Ты грешник». «Люди плохие». «В тебе присутствует врожденное зло». «У тебя нет способностей». «Поэтому мы немного покрапим тебя водой, чтобы очистить тебя». Истина в том, что ты принадлежишь к осужденной расе. Особое ударение отводилось человеческой греховности. Литература только и говорила о человеческой слабости. Люди плохие. Люди грешны. Люди безнадежны. Что произошло с Мартином Лютером в 1517 году? Мартин Лютер – католический священник. Он – профессор теологии. Он учил будущих священников. Необходимо было знание Библии, чтобы быть священником. Поэтому он учит Библии. У церкви была не только Библия, но и каноны. Церковь была поглощена мыслями о грехе и стыде. Священники ранее били себя из-за того, какие они плохие. Их внимание было полностью поглощено стыдом. Люди сказали нет своим сексуальным интересам. Священник проходил мимо женщины, которая была привлекательной для него. И он говорил, «О, она ведьма!» И она попадает на Инквизицию, потому что она околдовала этого священника. Это был научный мир священников. Они не понимали тестостерон. Они не понимали мужскую анатомию. Все становится духовным. И существуют ведьмы. Демоны. Во имя добродетели мужчины сказали нет сексуальности. Поэтому их внимание чрезмерно поглощено грехом и искушениями. Слово «монах» значит устоять в одиночку. И религиозные мужчины уединились в монастырях, чтобы молиться, убежать от мира со всеми его искушениями. Но некоторые мужчины должны остаться в мире. И вот Лютер, католический священник, наказывал сам себя. Сам себя избивал. Церковь учила, как человек может разобраться со своим греховным состоянием. Священники били себя. Я видел иллюстрации, как священники сжигали свои пальцы. Может, у них была проблема с мастурбацией, и они нашли такой способ справиться с этим. И снова я смущаю леди. Или же я смущаю сам себя. Суть в том, что в Средневековье люди чрезмерно были поглощены виной, грехом, и все свои силы они направляют вовнутрь. А Мартин Лютер, католический священник, он бьет себя кнутом, говорит, «Господь, исцели этого больного, плохого человека!» И он сделал то, что делали все священники. Эпитимия. Он достает подушечки для колен и подушечки для локтей. Взял морские ракушки, разломал их и ставил в эти подушечки. Это было сродни разбитому стеклу. И они ползли по ступеням собора на коленях и локтях, молясь, «Бог, исцели меня!» Мартина Лютера настолько беспокоило его греховное состояние, что он пытался выбить грех из себя. Но в то же время он преподает послание к римлянам в католической семинарии. И в один день, когда он преподавал, Лютер задает себе вопрос, «Почему я это делаю?» Библия говорит, «Праведный верою жив будет». В Библии говорится, что Иисус может простить мои грехи. Почему я делаю все это? Поэтому внимание средневековой религии было поглощено грехом. И у людей была такая низкая самооценка. Если люди растут с мыслями, что они плохие, злые, и в них нет добра, тогда, может, они вырастут, но многого не достигнут. Знаете, у нас, у евреев, есть традиция. Мы говорим своим детям, что они сотворены по подобию Бога. В Бытие 1.26 говорится, на еврите, «Вайомер элохим на се адам». И сказал Бог, «Давайте сотворим человека по нашему образу и подобию». «Вайомер элохим на асадам и тсалмейну кидмутейну». Мы были сотворены по образу и подобию Бога. В соответствии с Псалмом, евреи говорят своим детям, что люди сотворены нам, немногим меньше ангелов. Человеческие существа — это венец Божьего творения. Посмотрите на всех животных на земле Бога. Кто похож на нас? Кто может делать то, что делаем мы? Ничто близко даже не сравнится с нами. Если вы посмотрим на наш мозг, его структура изумительна. Мы можем построить ракету и полететь на Луну. Мы можем создать устройства и говорить по радио на весь мир. Мы можем создавать компьютеры. Мы можем создавать видеокамеры. Мы можем стать хирургами, инженерами и строить большие здания. Мы — самые лучшие строители в творении. Вы можете найти бобра, который построит небольшую плотину. или же птицу, которая совьет небольшое гнездо. Кто может делать то же, что делаем мы? Мы общаемся по мобильным телефонам, передаем информацию по телевизору. Окей, есть киты и дельфины, у которых есть небольшие сонары. Они настолько хороши, насколько далеко достигнут. Но люди, мы великолепны, мы величественны, мы замечательны. И если вы воспитаете своих детей с таким образом мышления, то они могут начать мечтать о новых мирах. Может быть, дети захотят стать великими хирургами, архитекторами, экспертами в литературе, исследователями. Они захотят найти новые идеи. Они захотят расти. Евреи не делают ударения на греховности человеческих созданий. Евреи делали особый акцент на величии человеческого существа. Вот почему можно найти так много еврейских ученых с декорской степенью. У евреев было так много изобретений в области медицины, в науке, в музыке. Все из-за этого чувства уверенности. У арабов была такая уверенность. У евреев также была такая уверенность. У христиан и близко этого не было. После возвращения крестоносцев с войны, некоторые из них были злые на церковь. Частично из-за того, что церковь была глупа. Некоторые крестовые походы спровоцировали гнев людей. Например, церковь посылает людей в крестовый поход, и их побили. Они возвращаются домой и спрашивают сами себя, «Почему мы потерпели поражение? Если Бог за нас, то как же тогда неверные мусульмане победили нас?» Вот в чем состоял вопрос. Как же церковь ответила? «Бог не благоволил к нам, потому что мы такие нечестивые». Что сделали крестоносцы? Они собирают всех своих детей, мальчиков 12 и 13 лет, одевают их в доспехи и отсылают на святую землю. И они учат, что Бог совершит через них чудо. Мы такие грешные. Но Бог совершит чудо через наших детей, чтобы забрать святую землю у этих неверных мусульман. Подумайте, вы арабский воин. Издалека вы видите, что приближается христианская армия. На горизонте армия кажется небольшой. Солдаты подходят поближе и ближе и еще ближе и эти воины все равно маленькие. Арабский воин сидит на городской стене и видит эту армию детей. И этот воин говорит, слава Аллаху. Это все, что могут сделать эти люди? Конечно, они собирают всех детей. Некоторых убивают. Выживших забирают в рабство. Спустя время католическая церковь теряет доверие к себе. У возвратившихся взрослых из крестовых походов уже другое мышление. У них появились новые идеи. Они рассказывают о достижениях в науках, искусстве и литературе. И церковь на фоне всего этого уже не выглядит так хорошо. Кроме того, происходит рост национализма. Люди больше отождествляют себя с государством, а не с церковью. Происходит еще что-то. Феодальная Европа раздроблена и разрознена внутри. Вот феодальное королевство. Вот замок. Король и королева. Крестьяне. Это королевство отделено от этого королевства. Оно замкнуто. У них никакого образования. Люди не учатся читать и писать. И когда воины возвращаются из крестовых походов, больше они не видят никакой связи с церковью. Они часть национального государства. Происходят еще некоторые события. Люди уезжают в города. Центр общественной жизни теперь не сконцентрирован в замке короля. Который ранее был центром всей деятельности в аграрном обществе. В аграрном обществе каждый был фермером. И король получал доходы от земли. Но в новом мире появился новый центр жизни и деятельности. В городах появился новый класс людей. Они занимали престижное положение не из-за земельных владений. Они стали известны благодаря торговле. Это также доктора, художники. Были преподаватели в известных университетах. И после возвращения с Ближнего Востока они привозят с собой товары. Европейские города становятся центрами торговли. Европейцы хотят шелк. Они хотят специи. То, что предлагает остальной мир. Старый мир в феодальном государстве имеет свои ограничения. Старый мир, который контролировала католическая церковь, имел свои проблемы. Люди хотят больше и больше. Они хотят думать сами за себя. Они хотят быть сами собой. Люди начинают взаимодействовать внутри городов. Кого можно найти в городах? Новых людей. Разных людей. Новые идеи. Вы узнаете новое. И это охмеляет людей. Они не хотят жить в интеллектуальном гетто. Вот что происходит. Кто-то вырос в очень авторитарной церкви. И вы говорите своим детям, должно быть так. Должно быть именно так. Если ты не будешь делать так, то попадешь в ад. И вы давите все больше и больше и больше. Знаете, что произойдет с вашими детьми? Они вырастут. Допустим, поступят в университет. Они будут слушать лекции преподавателя, который будет четко формулировать свои мысли. Они со смыслом передают свои идеи. И затем дети возвращаются домой. И затем слышат крик, ощущают давление. Так они начинают отождествлять себя с университетом. И для них религия становится все меньше и меньше. А нерелигиозный мир выглядит все лучше и лучше. Хочу задать вам вопрос. Должна ли религия ограничивать интеллектуальные ресурсы? Или же религия должна побуждать нас расти, учиться и достигать нового? Знаете, Карл Маркс сказал, что религия — это опиум для народа. Единственную религию, которую он знал, — это религия Средневековой Европы. Он хотел сказать, что религия не дает вам думать. Она притупляет ваши чувства и контролирует вас. Поэтому он столкнулся с такой проблемой. Религиозные люди не могут думать. Им нельзя думать. Мое понимание таково, что Евангелие должно освободить нас к мышлению. Потому что из Библии мы узнаем, что мы сотворены по образу и подобию Бога, что мы особенные. Я вспоминаю о войне между Ираном и Ираком. Вы знаете, несколько лет назад один миллион арабов было убито. Люди убивали друг друга. И в то же время израильский солдат стреляет в толпу людей, которые бросают коктейль Молотова. И израильтянин, стреляющий резиновыми пулями, попадает на титульную страницу американских газет. Но иракцы могли убить тысячи иранцев за один день, и это не было бы так важно. У них были дети, и иракцы, и иранцы посылали их на минные поля. На поле были мины, бомбы, танки. Их мышление таково, зачем посылать танки на минные поля? Это могло бы, так сказать, испортить хорошую машину. Но вы берете детей. Они крепко держат друг друга за руки. Проходят по полю, воспевая Аллаху. Подрываются на мини и расчищают проход для танков. Для этой философии жизнь не представляет никакой ценности. Только иудея-христианская этика ценит жизнь. Христианская и еврейская Библия говорят нам о ценности жизни. Христианская и еврейская Библия говорят о том, что люди должны быть свободны. У людей есть права, чтобы жить, быть свободными и счастливыми. Иудея-христианская философия дает это миру. Такого нет в других философских системах. Самые великие ученые были христианами. Исаак Ньютон. Слышали об Исааке Ньютоне, который открыл закон гравитации. Знаете ли вы, что он написал книгу о библейских пророчествах? Никто не расскажет вам этого. Мир заставит вас думать, что все известные ученые не были религиозными людьми. Это миф. И я расскажу вам, откуда пришел этот миф. Мы изучили древний период и также аспекты средневекового мира. В средневековье церковь контролировала философию. Но в современном мире она утеряла этот контроль. Римская церковь начала терять контроль. Люди смотрят на римскую церковь, о которой сложилось негативное мнение. И видят в церкви угнетателей, которые станут на дороге науки, на пути человеческой свободы. И некоторые люди посмотрят на церковь. Они не хотят, чтобы церковь существовала. Они хотят прервать с ней всякие отношения. Эти люди известны как представители Ренессанса. Слышали вы такое название «Ренессанс»? Ренессанс — слово, которое означает «возрождение», «новое рождение». «Если что-то рождено снова, что это означает?» Что делает приверженцы движения Ренессанса? Они минуют христианскую Европу. Возвращаются в прошлое и изучают греков. Помните, когда я упоминал о Сикстонской капелле? На всей капелле изображены языческие божества. Это показывает новый образ мышления. Какой был образ мышления греков? Они относились к человеку негативно? Или позитивно? Греки относились к человеку позитивно. Греки концентрировались на человеке и его возможностях, достижениях человека. Греки были исполнены уверенностью. Они верили в свое искусство, их науки, их войну. Они превозносят сильного и могущественного человека. Вот почему они так поощряли спортс. Мужчина был атлетом, могучим творением. И никто, никто не мог стать на пути греческого мужчины. Греческих мужчин учили быть сильными. И по сей день существуют легенды о спартанцах. Слышали ли вы о них? Спустя две с половиной тысячи лет живут истории о спартанцах и популярных мифах. Греки верили, что у человека есть сила, власть и возможности. И они не хотели присутствия церкви, которая отвергала все это. Римская церковь учила, что люди были беспомощны, безнадежны и неудачники. И по этой же причине они крестили младенцев. Люди ужасны по своей природе. Поэтому после рождения ребенка его кропили святой водой, чтобы ему испытать благость церкви. Потому что в то время была высокая детская смертность. Детей считали жалкими уже после рождения, и потому уже тогда они нуждались в благодати церкви. Очень заниженный взгляд на человечество. Это также является философской причиной того, почему священник не женился и не рожал детей. Для чего еще больше рождать такие обреченные создания? Вы никому не делаете одолжение в том, что творите еще больше этих жалких созданий. Библия учит, плодитесь и размножайтесь, и наследуйте землю. Но церковь учит, нет, человек плохой, безнадежный и осужденный. Люди говорят, они уже достаточно натерпелись. Церковь говорит, ты попадешь в ад, если не будешь слушаться нас. Люди говорят, мы рискнем. Мы больше не хотим этого. И они возвратились в прошлое и изучили мирские философии. Слышали ли вы слово «мирской» раньше? Мы используем это слово в английском. Слово «мирской» происходит от латинского «secularis». И означает «от этого мира, от этого века». Суть в том, что этих людей не беспокоили средневековые суеверия. Их больше не заботила религия. Они хотели изучить человека. Но были также и другие люди, которые смотрели на средневековую римскую церковь. Они также были недоулетврены. И хотели отвергнуть римскую церковь. Но они отличались от светских людей. Если первые хотели отвергнуть церковь, обратиться к прошлому и изучить греков, то вторые отвергли церковь и захотели раскрыть христианство первого века. Их интересовала первая церковь. Они не отвергли Иисуса. Просто они думали, что эта организация развилась таким образом, когда она более не передавала основополагающие христианские истины адекватно. И они хотели изучать Библию. Снова изучить основные христианские истины. Это были представители реформации. Представители Ренессанса. Хотели открыть новое рождение человека. Представители реформации. Хотели реформировать понимание людьми христианской истины. Они стали известны как протестанты. Откуда появилось слово «протестант»? Приставка «про» от латинского слова «за». Слово «тестис» с латинского «свидетельства». Потому слово «протест» означает «говорить за что-то». У вас есть такое слово на португальском «выступать за что-то»? Это были протестанты. Они протестовали против злоупотреблений в Римно-католической церкви. И они хотели снова узнать о библейском свидетельстве. Они так и сделали. Мы сделаем перерыв. И что бы я хотел сделать после перерыва, так это разобрать некоторые вопросы средневекового и современного периода. И прежде чем я отпущу вас на перерыв, я особенно ценю ваше внимание. Вы поражаете меня. Вы просто замечательные слушатели. Огромное спасибо за ваше внимание к моим словам. Мы завершим некоторыми вопросами и ответами. И я хотел бы отнестись к вам с таким же уважением и воспользоваться возможностью послушать вас и ответить соответственно.